Вопрос, а почему вообще 60 лет назад на Кубе произошла революция? Что было не так в этой стране? Ну, собственно говоря, революция, социалистическая революция на Кубе, она никакого отношения к нашей социалистической революции не имеет. Поскольку, и вообще все, что произошло в Восточной Европе, когда социализм победно зашагал после Второй мировой войны, там было все. И то, что мы были победителями, и то, что наша армия победно двигалась, и люди вас тоже, кстати, встречали. Это сейчас все эти сказки про то, что нас там закидывали камнями или что-то еще. Нас встречали как освободители, цветами. Мы пришли в Восточную Европу, там было много коммунистов, СССР произвело огромное впечатление на, победа произвела огромное впечатление на умы людей. И социализм пришел как будто логично, что было там потом, и кто чем недоволен, то уже другие вопросы. Кубок к этому никакого отношения не имел, собственно говоря, и к Второй мировой войне особого дня отношения не имел, и вообще было далеко от этого. Собственно, и сам Фидель Кастро, он не считался социалистом, еще никакой речи о социализме не шла, когда произошла революция. Он называл себя антиимпериалистом, антиколониалистом, и слово «социализм» в его устах вообще не звучало. Что, с вами, произошло? Куба, чтобы представить, что такое Куба, почему эта революция была абсолютно законной? Потому что нынешний-то правитель, это Фульфинтио Батиста, пришел к власти в результате военного переворота. Пришел, кстати, второй раз в результате военного переворота, который был немедленно поддержан в США. Я смотрела фильм «Крестный отец 2», то есть фактически Куба была захвачена через Батисту итало-американской мафии. Это вся была американская мафия итальянского происхождения. Все эти крестные отцы, которые тут же обосновались на Кубе, превратили в самый большой бордел Европы. То есть там находилось несколько сотен, только в одной Гавани, 100 миллионов жителей, публичных домов, роскошное казино, 22 тысячи проституток, официальная цифра, средний возраст их жизни считался 7 лет. Больше 7 лет ни одна простудка не выживала, потому что условия работы были таковы, условия ее эксплуатации были таковы, что 7 лет считался пределом жизни. То есть это был огромный бордель, где были расстроены роскошные отели, роскошное казино, и даже собирались строить уже искусственный остров, на который будут съезжаться все богатые. При этом большинство населения не умело ни читать, ни писать. 200 тысяч крестьян не имели земли, это вообще, извините, небольшой островок. 90% детей болели паразитами, официальные цифры. Масса было похищений девочек. Девочек похищали из бедных семей, принуждали к занятиям проституции. То есть это был абсолютно колониальный, крохотный остров, захваченный еще и мафиози. Батиста, по самым разным оценкам, получил миллионные взятки на сегодняшний курс доллара. Это будут миллиардные взятки, которые, ну, если это приводить в тихие миллионы, это, вот считай, 59-й год победила революция. То есть все, что творилось на Кубе, достаточно прочитать для прекрасной атмосферы «Наш человек в Гаване». Это известная книга. Масса написана книга о том, как мафия внедрялась на Кубу. Батиста получил в подарок от них все. Там золотой телефон, ночной горшок из серебра. То есть он реально взял и продал страну. Вот все, что можно было продать. Земли были проданы за бесценок. То есть 90% земель не использовались. То есть просто это были огромные латифундии. Это позволяли латифундистов. Люди голодают, жрать нечего. Был реальный голод. Девочки идут на панель. А в стране есть роскошная жизнь, роскошная тель только для иностранцев. И для вот этой кучки людей. Более того, страна захвачена военным переворотом. Поэтому, когда Фиделя Кастро и всех его мальчишек, собственно говоря, и всех первый раз посадили в тюрьму в 53-м, он сказал знаменитую речь свою. История меня оправдает. Он сказал на этой речи, он же блестящий юрист, он адвокат. Он отказался адвокатом, он сказал, что это абсолютно закономерно и логично, что революция законно причем пришла. Потому что если произошел военный переворот, то все попытки свергнуть военного диктатора, который нелегитимен, не избирался, не проводил выборов, они легитимны. Что было совершенно логично. Но когда произошла революция, то совершенно Куб мгновенно заблокировал США. Это крохотный остров, в котором всего там живет 11 миллионов человек, и они в 150 километров от США. То есть они живут в тени такой могущественной державы, которая в тот момент просто одна была, то есть две только державы правили миром. В этом полушарии правило абсолютно с полным могуществом США. Это ни для кого не секрет. И Куб мгновенно заблокировали. То есть у них не было топлива, встали заводы, им заблокировали все входы кораблей, все выходы. И то есть они фактически, ни еды, ничего. То есть это была ситуация, когда реально раздавали вот, ну, все, что можно было, поделили на всех. Есть было, ну, реально нечего было есть. И вот в момент, поскольку Рауль Кастро, он в свое время подружился, ехал, значит, из Европы на корабле, по-моему, из Неаполя, если не ошибаюсь, в Мексику, еще в такие времена, когда они готовили революцию, и познакомился с агентом ГГБ Николаем Леоновым. Он до сих пор жив, кстати, ему 92 года, если не ошибаюсь, он генерал в отставке. Он, кстати, два года назад написал книгу, которую очень ценят на Кубе, биография Рауля Кастро. И вот они там познакомились с Рауль Кастро, тоже жив, все, как видишь, курилки живы, молодцы, ребята. И, значит, и они познакомились на этом корабле, подружились, и вскоре Рауль Кастро познакомился с Че Гевара в Мексике. Но, к сожалению, Че Гевара оставил у себя в комнате визитную карточку Леонова, который, например, работал уже в русском посольстве, в советском посольстве. И при опыске нашли эту карточку, Леонова выдвали из страны, но контакты остались. И когда оказалась полная блокада, когда нечего было делать, был полный ужас, не знаю, что делать, а, и они заказали, революционеры платили оружие. Нужно было оружие, потому что остров со всех сторон, началась осада, приезжали, отправляли с Флориды террористические корабли, которые расстреляли рыбаков. Была попытка вот этой знаменитой операции в заливе свиней, когда высадились военные, якобы, американцы, когда они имели отношения, якобы это были разгневанные кубинцы, и, конечно, якобы никто, Америка к этому не имела отношения, а, правда, приплыли они все из Флориды, да. И после этого, то есть в этой ситуации нужно было оружие. Когда взорвали корабль, который пришел из Бельгии, погиб 100 человек прямо в аэропорту Гавана, ЦРУ взорвал этот корабль, и потом признала такие, что это они взорвали этот корабль, потому что Федерикаса поставил условие, либо вы признаете, что это ваше рук дело, потому что здесь есть доказательства, либо вы не получите тех, кто так неудачно поучаствовал в операции в заливе свиней, все ваши чудесные граждане США, которые очень неудачно поучаствовали, и закончили все в тюрьме. В общем, был такой обмен. И поэтому с той часами ни одна дверь не открывалась, открывалась только единственная дверь – это СССР. СССР именно то и гарантировал. Как они говорят, нам СССР гарантировал три вещи. Сбыт сахара, потому что они больше ничего не производили. У них это было главное – это сбыть сахара тростникового. Оружие. Это мы умеем быстро поставлять. В этом мы молодцы. И, конечно же, возможность и нефть. Мы сразу гарантили, что… Ну, как с Болгарией? Те нам томаты, а мы им нефть. Ну, та же ситуация. Они вам сахар, мы вам то. Они вошли в организацию Совета экономической взаимопомощи СССР. И дела у них пошли настолько хорошо, что в 80-е годы вообще считают золотой временем на Кубы. Вот сами кубинцы, кто в то время жил. Это были полные магазины, прекрасная жизнь. Все целое пахло. Фестиваль молодежи, если ты помнишь, студентов, которые все прыгали, Куба далека, Куба рядом. Все было хорошо, пока СССР не рухнул. Ну, подожди, Даш. Вот, ты знаешь, я сейчас тебя слышу и думаю, вот у меня есть приятель, который периодически так выезжает на Кубу поностальгировать. То есть он считает, что это такая машина времени, он как бы возвращается во время Советского Союза. Вот ты сейчас была на Кубе, и не случайно ты рассказала историю того, что происходило 60 лет назад, почему, собственно, революция произошла. Но ведь дальше события разворачивались следующим образом, что люди начинают говорить, а нам не хватает этого социализма кубинского, а он не такой, как мы его себе представляли. Куба меняется или нет? Вот в нынешних условиях, в нынешней реальности, или она остается по-прежнему вот той самой социалистической Кубой, о которой многие думают, когда живут здесь и мечтают, ох, поеду на Кубу во время социализма, окунусь. Вот это так или не так? И так или не так? Куба изменилась, безусловно, потому что, чтобы представить себе, Лена, даже наши, наверное, 90-е, не сравняются с тем, что было на Кубе. Попробуйте все-таки СССР, у которой были ресурсы, огромная страна. Но она рухнула, а Куба осталась. Дело вот в чем. Они сами так говорят. Для нас США никогда не было как бы запретным плодом. Да, был период, когда они на лодочках, там, значит, перли во Флориду и так далее, и там любой ценой, и все, что угодно. Хотя был период, когда, например, Фидель Кастры дал три месяца, все, кто хочет, уезжайте. Тогда, я не знаю, списывали корабли, все, кто хотят, уехали. Приходите, уезжайте, если вам так не терпится. В этом смысле им было гораздо хуже, Лена, потому что они остались вообще одни. У них были одни советские технологии. В советской технологии рассчитаны на огромное потребление топлива. А у них не было топлива даже для городских автобусов. Стало абсолютно все. Их производство сахара рухнуло полностью и не восстановилось до сих пор. Они его чуть-чуть производят, потому что оно никому не нужно. Все эти технологии, они дорогостоящие, поскольку они основаны на нефти. Откуда взять нефть на Кубе? Она есть глубинного залежания. Этим сейчас занимается, кстати, Роснефть, разорвет разработки на Кубе. Но ее не было, ее и нет сейчас. И все, что у них было, им пришлось, значит, и потом. У них 60 лет блокады. Лена, они сами варили мыло, до которого слизала кожа. У них эти работы и тысячи несколько часов в день. Жрать было совершенно нечего. То есть, когда все это, вот абсолютно все рухнуло. Нет нефти, нельзя производить сахар, нечем торговать, огромные долги. Ситуация была, ну, просто, ну, честно говоря, гораздо хуже, чем у нас. Как они сами говорят, у нас не было таких иллюзий, как у вас. Потому что для нас не было, вы с ума сходили по джинсам, по Кока-Коле, по Микки Маусу, по Голливуду и так далее. Для нас не американская культура, не американский, так сказать, образ жизни, не то, чем ты плачешь в Америке, как в Америке трудно выживать, у нас не было секрета, у нас всех родня в Майами, у всех сидят родственники в Майами, пол Куба сбежала, да. Поэтому для кого-нибудь, это не было чем-то, это не было таким вкусом запретного плода. Вот сейчас я куплю Кока-Колу, это будет круто. Ты впробовали себе Кока-Колу? Неинтересно. Вот это, пожалуй, как они сами говорят, экономически нам было гораздо сложнее, чем вам, а психологически гораздо легче. Меняется ли Куба с приходом капитализма? Даша, вот этот вопрос я хотела бы тебе задать. Вообще капитализм туда пришел или нет? А что мы, смотри, называть капитализмом? Разрешен мелкий и средний бизнес. То есть, теперь разрешены, я, например, жила в семейной гостинице. Это просто семья, у которой есть вторая квартира, папочка сбежала в Шитарию. Они сделали из нее гостиницу, значит, и прекрасно себе сдают квартиру, сделали из нее там комнаты, как принято в отеле. Это все, они платят налоги, это официально регистрируется, это все как надо. Это разрешено. Такси, частный бизнес, ресторанчики, бары растут, как грибы после дождя. Вот ты проходишь по улице, буквально люди говорят, надо будет через 2-3 недели новый бар. Все в барах, все. То есть, мне есть чем сравнивать. Я была на Кубе в 2000 году, когда там не было ничего. Это называется на Кубе специальный период. Не так его называют. Это был ужасный период. Сейчас есть все, что ты хочешь. Роскошные отели. Разрешены все иностранные инвестиции в туризм. То есть, пожалуйста, туризм, хочешь вкладывать деньги в туризм. Очень многие компании вложились от Кимпинска до Мелия. То есть, там все, что угодно есть. В это все вкладывается. Разрешены инвестиции, например, если прибыль пополам, в разработку месторождений. Ну, тогда как бы тут, у них просто нет следа разрабатывать месторождений, тут уже нет, например, которая у них есть. Это в этом смысле разрешены, да, вот бизнес, мелкий-средний бизнес. Вот это то, что, в общем, хочет завести пекарню, пить пирожки, допекить себе пирожки. А там налоги какие? Большие? Нет вот на... Нет, там очень маленькие. Там маленькие налоги. Это не касается иностранной компании. 40 компаний падает, я не могу сказать, сколько точно налог, но инвестиции-то выгодные. Все осложняется тем, что Куба находится 60 лет в блокаде. В полной. Более того, в этом году оно еще стало хуже. С каждым новым президентом, исключая Обаму, который успел открыть посольство на Кубе, Трамп пришел и еще приняли законы, которые еще ухудшили ситуацию. А посольство работает на Кубе в итоге американское? Заморозил сейчас Трамп. И заморозил, да. Люди не очень понимают, что такое эмбарго, блокада Кубы. Мы это слышим 60 лет. И за 60 лет мы привыкли. Мы же говорим, о, там мы с вами под санкцией, что там, это не то. Лена, мы огромная страна с массой торговых партнеров и так далее. А тебе представь себе остров, который полностью заблокированы все входы и выходы, что называется. Все дырки заблокированы. Например, они не могут сейчас получать нефть. Вообще, у них сейчас топливный кризис. Огромные очереди на то, что бензин. Почему? Потому что нефть им поставляла Венесуэла. В Венесуэле, ты знаешь, американцы ввели жесткие санкции. Теперь Венесуэла застряла тоже. То есть, когда люди говорят, они виноваты, в чем они виноваты. То есть, кризис происходит на Кубе, в Венесуэле, не потому, что они глупые или дураки, или в чем это дело. Просто потому, что у них наложена полностью блокада. Все транспортные перевозчики, которые раньше перевозили из Венесуэлы на Кубу нефть, они все, они только были частные, перевозили в США, они все встали, потому что у них наложены санкции. Что такое блокада? Это значит, что не только не можешь, будучи островом, ничего не покупать у ближайшего США и ничего продавать ему, но ты не можешь покупать и продавать у третьей страны, у любых третьих стран. Почему? То есть, если ты будешь это делать, то есть, в той же Арктической Америке, казалось бы, не можешь покупать в США, покупай где угодно, не можешь, потому что, в таком случае, фирма попадает под санкции США, она тогда не может больше ни торговать в США, ни покупать у них, ни продавать. Это так называемые санкции третьих стран. То есть, ты полностью заблокирован. Как они так живут? Простой вопрос. И почему накупят такие безумные цены? Обычный обед в ресторане, как в Париже. Абсолютно безумные цены. Потому что все... Это только для иностранцев, прости? Для всех, абсолютно для всех. Господи, боже мой. Абсолютно для всех одинаковые цены. Проблема в том, что им приходится каждый раз, чтобы что-то купить, начиная от зубной пасты и кончая курочкой, на которой написано Made in U.S.S.A., на мы... Слушай, Made in U.S.A., я уже автоматически говорила, да, сделана в Америке, исключая это курочки, им приходится создавать поставные юридические фирмы за границей, которые якобы не имеют никакого кубинского происхождения. Вот через эти фирмы, нелегальные, то есть они легальные на месте, они торгуют через вот такие, таким вот интересным юридическим путем. Поэтому, а тебе представь, что каждая цепочка, естественно, увеличивает цены и все продукты там стоят в три раза дороже, чем, например, они стоят в соседних странах. Подожди, а сколько же они зарабатывают, если такие дорогие продукты? Мы сейчас к этому подойдем. Скажи, пожалуйста, еще один вопрос. Аж в этой стране что-то осталось вообще от социализма, о котором мы в самом начале начали говорить? Очень много осталось социализма. Социализма осталось очень много. Вот в этой ситуации, когда продукты дорогие, покупать приходят через третьи страны, вплоть до там, вплоть до шампуня любой, ну не может отстав произвести все, согласись, да? Ну, конечно, да. Но это просто нереально. Мы не производим все, нам приходится массу все покупать. А тут Куба. Значит, у них введены такие вещи, то есть первый был принцип, никто не может умереть с голода на Кубе. Потому что в Латинской Америке, чтобы тебе представлять вообще размеры беды, бедные люди едят раз в 2-3 дня. Это официально. Один раз в 2-3 дня. Все вот эти фавелы бесконечные, вот эти бунты, если ты обратила внимание, сейчас идет такая всеобщая латино-верхитанская революция, на которую пока в нашей стране не обратили внимания. Это Эквадор, это Чили, это Бунт, это Венесуэла, которая борется там из последних сил. Это полное поднятие континента, который находится просто в нереальной бедности, в нереальном, нереальный разрыв между богатыми и бедными, который нам и не снился просто. И в этой ситуации они ввели, что называется, карточную систему. За 135 рублей я все перевожу на наши деньги. Ты можешь пойти в месяц, получить продукты. Это будет входить туда очень немного, но это позволит тебе не умереть с голода. Туда входит несколько килограммов риса, несколько килограммов фасоли, каждый день хлеб, кофе, соль, сахар, 5 яиц, 1 куриная нога, 1 рыба и мясной фарш. Это все. А, и мы еще спагетти, макароны. Вот этот набор имеет право получить любой житель Кубы, потому что они хотят быть уверены, что никто не умрет с голода. Кроме того, есть бесплатные столовые для стариков, где, ну как, не бесплатно они там стоят, 2,5 рубля стоит обед. То есть на местные пенсии, да, 2,5 рубля. Стоит обед, где ты можешь прийти, все рабочие обеспечиваются обедом за эти 2,5 рубля, все люди, которые работают в предприятиях или в крупных компаниях, или в государственных компаниях, им полагается этот обед, и мясной обед полагается вот за эту сумму любому старику или человеку, который там считает, что он не может зарабатывать. Это очень тяжелая ситуация. Два главных завоевания Куба социализма «Остались и выжили» это медицина, которую в 2012 году заместитель представителя Всемирной организации здравоохранения назвал эталоном медицины в мире. Куба – одна из сильнейших стран, которая касается вообще сильнейшей медицины, замечательных научно-исследовательских институтов, и все это абсолютно бесплатно. Даже Лена еще вот может позавидовать всем женщинам на Кубе, полагаются бесплатные липосакции, подтяжки лица, операции на груди, которые даже делают молоденькие девочки, там очень немодна большая грудь. Считается, что у женщины должна быть большая-большая хорошая попа и маленькая аккуратная грудь. Поэтому даже 18-летние девочки идут себе грудь делать меньше, чтобы это было аккуратно. Все это входит в твою медицинскую страховку. Это абсолютно все бесплатно. Блифоропластика, там всякие, все, что полагается женщине для красоты, красота очень высоко ценится на Кубе, поэтому все это абсолютно для женщин бесплатно. Но они этим пользуются? Конечно, это еще как. Кубинки сплошные красотки сплошь и рядом? Ну, красоток там очень много, я скажу, да. Пожилые женщины, конечно, это не обращают внимания, им это не в другой период родились. На Кубе самая высокая продолжительность жизни, она самая высокая в мире, в Латинской Америке точно, и выше, чем в США. 77 с половиной лет. Кубинцы живут очень долго, благодаря медицине. Объясню, как это действует. Почему? За счет чего они выживают? Вот представьте себе хрущевку, в нашем районе, в хрущевке с 8 до 12 утра, в каждой хрущевке, сидит доктор и медсестра и ждет, когда ты в своем тапочках и в халатике спустишься, и скажут, что у тебя что-то ночью, блин, вот тут засвербело, заболело, и вообще чихаю, кашляю. Да, ладно? Да. Это они обязаны принимать пациенток. Если у тебя доктор, ну, это врач семейной практики, который тебе сразу же может выпустить рецепт в специальную аптеку, где все по очень спешной цене продается. Значит, ну, там, я не знаю, 20 рублей, 10 рублей, на же деньги, если очень дешево. То есть лекарства все очень дешевые для кубинцев, не для иностранцев. Ты просто идешь в аптеку, поделяешь рецепт. Если врач думает, что у тебя серьезнее проблемы, тогда он тебе посылает в поликлинику тут же направление к узкому специалисту или посылает тебе уже в больницу, если что-то срочное. Вот эта система профилактики, на кубе самое большое количество врачей на душу населения в мире. Они производят, у них сейчас работает около 70 тысяч, вообще 70 тысяч врачей. Это на маленькой кубе. Это очень много. И одной из самых жестких систем образования там учатся Северная Латинская Америка и даже студенты из США. Может, образование, оно бесплатно для, и обеспечивает даже крохотные стипендии и жилье, ну, там, общежитиями, какие там у них есть. Куба – бедная страна. Да, в силу вот этого эмбарго, который у них существует. В результате, как бы у них из-за профилактики люди очень, их успевают раньше времени, раньше времени перехватить. Например, Куба лечила 24 тысячи чернобыльских детей 22 года бесплатно. И это от Украины, которая спасибо не сказала, еще и голосовала против снятия эмбарго Кубы. Так, на минуточку, да. И 22 года они построили специальный лагерь для них, и лечили этих детей, и выходили их, и так далее. Куба славится своими потрясающими научно-исследовательскими институтами. Они изобрели кучу вакцин. Проблема в том, что эти вакцины не могут продавать, потому что у них эмбарго. И для вакцин, что бы ты ни изобрел, нужны изначальные вещества, нужны все равно сыворотки и так далее, которые ты можешь покупать. Но у них эмбарго. У них запрещено эмбарго на все. Они не могут ни покупать составляющие для лекарств, ни покупать лекарства, которых не хватает, ни покупать продукты. То есть на все это наложено эмбарго. То есть на самом деле, что является абсолютно честным нарушением всех прав человека. То есть это же так, что заставить население сдохнуть с голода или от болезни. Не сдохли. Вакцины они изобрели уникальные. Одна из них, например, это считается, чтобы тебе представить соотношение цен, это называется яд синего скорпиона. Он используется как противораковая сыворотка. Он стоит для иностранцев 200 евро, маленькая бутылочка, для кубинцев стоит 35 рублей. Чтобы ты представляла, насколько там ценный еда. Для своих это стоит так. Это уникальное бесценное лекарство. Вы выращиваете этих скорпионов в специальных контейнерах. Представляете, какой скорпион злой, когда его вырастили, сколько у него там яда. Когда ты сидишь в контейнере целый год, после чего яд собирают и производят. А кто и каких специалистов готовит? Вот та молодежь, которая на Кубе есть. Кто их обучает? По каким методикам? Откуда приходят эти новые разработки? И не формируется ли у молодежи вот то самое новое, в кавычках, прогрессивное мышление, которое говорит, не живите бедно, живите богато, открывайте границы и welcome, добро пожаловать, например, в ту же самую Америку. Ну, я сразу очереду вопрос, от того, что границы открыты. Ты с Кубом можешь ехать куда угодно. Вопрос, что у людей нет денег, что купить билет. И Евросоюз не желает давать им визы, поскольку Евросоюз полно своих мигрантов. А паспорт, пожалуйста, получай паспорт, езжай. Они не могут выехать в США, поскольку посольство, Трамп заморозил посольство, и теперь, чтобы получить американскую визу, им нужно вначале лететь в Мексику, оставлять там паспорт, ждать несколько месяцев, пока американцы дадут разрешение на визу, возвращаться за паспортом и из Мексики выезжать в США. Естественно, что это не по карману, практически, ну, мало кому. Это для любого человека было бы дорого. А так, езжай куда хочешь, или паспорт, езжай в Москву, поехать, пожалуйста. Они, кстати, активно есть в Москву. Знаешь, зачем? Удивишься. У них, поскольку у них, значит, кризис и машины, всего машины слишком дороги на Кубе, на Кубе из-за эмбарго, из-за въезда, и везти далеко, поскольку из ближайших стран они везти не могут. У них сохранены, естественно, американские машины для богатых туристов старинные, значит, антикварные, роскошные. Но самое главное, на чем ездит вся Куба, это, конечно, наши лады москвичи. У всех они есть, все они прекрасно бегают. Это такая, знаешь, машина времени. И я у них всегда спрашиваю, ребят, а вы запчасти где берете? Во-первых, у каждого кубинца золотые руки, Лен. Вот стоишь на дороге, вот ты поехал, бум-бум-бум, встали. Человек поехал, пошел, как у нас, знаешь, в советское время было, да? Открыл, покопался, завелась эта лада, которая уже сколько? Сколько лет-то, господи? Ну, лет 35-40 точно есть. Завелась и поехала. Говорю, вы где запчасти берете? Он говорит. Во-первых, есть люди, механики, которые прямо летают, у нас же безвизовый режим, летают в Россию, закупают там запчасти. Причем запчасти еще производят, кстати, и в Италии. В своем метр-батрианском машине наша запчасть. Но, как говорят на Кубе, лучше запчасти это все-таки советские, не советские, советские запчасти. Вот они вводят, значит, наши запчасти из России, а еще они контрабандой доводятся до Майами, а туда контрабандой тоже через стрельки и руки попадают те же наши запчасти через Майами. То есть кто-то поехал к родственникам, привез себе запчасть для Лады-москвича. У всех, никого я знаю, только Лады-москвичи, причем люди все солидные. Может, другого выхода нет, да. Тем более, что на Кубе самый чистый воздух, или на пробок там нет, хотя бы потому, что у них нет бензина. Вот, топливный кризис. Поэтому чистый воздух, чистое небо, в самый пробочный час у тебя стоит там четыре машинные перекрестки, и поэтому небо голубое-голубое. Что касается, значит, образования, о котором мы говорили, которое осталось одной из самых главных наследий социализма. Просто по данным, на 2008 год Куба потратила на образование 13, если не ошибаюсь, 13,5% ВВП, а, например, США 2%, Великобритания 4%. Куба всегда тратила огромное количество денег, все свои деньги она тратит на медицину бесплатную, и на бесплатное высшее образование, и вообще всякое образование. Все школьники обеспечиваются учебниками, униформой. Кстати, когда идешь по Гавани, сразу же ты видишь, вот они отрядами выходят, и все в одинаково в симпатичной форме. Это обязательно. Есть еще интернаты, где детей берут, если там всем сложная ситуация, их там и кормят, и поят, и обеспечивают клиентарными всеми вещами, которые нужны. Спрашивается, как, почему у них не случилось то, что случилось в СССР, когда он не сможет выпустить по блату? Дело в том, что это совершенно бессмысленный процесс. На Кубе невозможно засунуть кого-то по блату не потому, что люди здесь не любят взятки. Ты можешь, конечно, засунуть ребенка по блату в университет, но ровно в первых экзаменах, а у них стражейшая система обучения, он вылетит. Потому что дать взятки всем ты не сможешь. Поэтому у них это понятие совершенно бессмысленное. У них образование реальное, если ты умный человек, ты пробьешься. Они готовят инженеров, врачей, учителей для всей Латинской Америки. Образование это их один из самых величайших вообще достижений. Мало того, что как бы все это бесплатно, и сколько могут они работать, но они провели нищая Куба провела операцию, она называлась «Да, я могу». Послала учителей бесплатно в Латинскую Америку, которые научили писать и читать, 5 миллионов человек. Это официальные цифры. Они провели операцию «Чудо», когда 2 миллиона слепнущих людей в Латинской Америке были сделаны бесплатные операции. Врача, 2 миллиона человек. Это нищая, да, это нищая Куба, у которой нет денег, которая находится в блокаде. В этом смысле у них на первом месте стоит, ты можешь, у тебя вот есть, то есть социализм, это прожиточный минимум по карточке, чтобы ты не умер с голода. Хочешь, ты покупай в магазин продукты, то есть таких проблем нет, они есть. Так называется «Либертос», как бы свободные цены. Вот ты заходишь, есть магазин, где обыкновенные цены. А есть вот эти государственные магазины, где по карточке ты получаешь свой набор раз в месяц, чтобы ты мог, чтобы ты не умер с голода. Кстати, все богатенькие тоже ходят и получают наборы, и что меня очень, кстати, поражает. Почему бы и нет? Почему бы и нет? А почему нет? Там всем полагается. Даша, скажи, пожалуйста, а вот сейчас Куба что-то на экспорт отправляет или нет? Вот современные Кубы, Кубы 21 века. Так, вот с экспортом. Значит, сахар рухнул, поскольку все эти советские технологии устарели, поскольку они все топливнозатратные. А потом он просто рухнул, потому что начался как бы рынок, он мне кажется неконкурентоспособным в этой новой среде. Да, у них остались заводы, которые производят сахар. Почему? Потому что у Кубы были долги, и Куба старается честно расплатиться, она просто посылает сахар, ну, где им нужно расплатиться с долгами за 20-й кошмарный период, когда они остались без всего, они сейчас посылают этот сахар в качестве упады долга. Что касается, что производит Куба? Ну, естественно, что сейчас в Кубе бешеным темпом растет туризм, и, значит, множество туда идет вложений в этот туризм, инвестиций. У них строятся роскошные отели, у них это все поставлено на широкую, ну, если вот сейчас уже пошли реально шок в ногу. У них производятся, значит, у них производятся лобстеры, и все дорогие морские гады, то есть они стали специальные фирмы устроить, да, фирмы, на которых, ну, специально, значит, вот этих вот, выращивают лобстеры в специальных клеточках, там, с кормом, как надо, чтобы вот эти вот в море выращивают лобстеры. Конечно, их эти уникальные вакцины, это самые дорогие, это, конечно, вот, Эберпрот, если не ошибается, диабетическая стопа лекарства, или Эберпрот, да, потом, значит, вот этот вот яд скорпиона, вот эти все вакцины, которые не изобретают, это тоже экспорт, но самый главный экспорт, это врачи. Куба, почему Куба, и почему врачи? Не говоря только о том, что это роскошное образование, и учиться там очень тяжело и строго, Куба заключает договор с 40 странами мира на поставку врачей. Почему? Вы представляете, все в Бразилию, сидят в джунглях, в Амазонке, где-нибудь вообще, где-то в таком точке, куда никто, не ступала нога человека, забытом богом месте, масса деревень, масса людей, бедные индейцы, бедные люди. Кто туда поедет их лечить? Ни один бразильский врач, который закончил, значит, заплатил, взял кредит и закончил, значит, дорогой университет, он теперь сидит в городе и хочет, естественно, отбить свои деньги. Он ни в какую, ни в какие Амазонку, ни в какие джунгли не поедет, ему это не надо. Даже никто ни в Африке не поедет в Африку сражаться с Эболой. Потому что там, кто этим будет заниматься, это огромный риск для жизни. А Куба этим занимается. Поэтому на Кусорок, сейчас в среднем от 40 до 50 тысяч врачей и медицинского персонала, официально 50 тысяч вместе с медицинским персоналом, с медсестрами, работают по всему миру в самых горячих точках. И в чем тут весь, потом они возвращаются на родину. Естественно, что они что-то зарабатывают. А государством другим дешевле нанимать кубинских врачей, которые, а, не боятся, б, готовые ехать, что называется, к черту на рога, а, в, они, естественно, платят им куда меньше денег, чем платят своим, потому что им нужно как-то решать эту проблему. Но тут получается, и плюс огромный для Кубы, мало того, что кубинские врачи работают, нет страны, пожалуй, где бы не работали кубинские врачи, или в Латинской Америке, они работают везде. А также как они работают в арабских странах, в Ливии, и там разрушенные в свое время, там и во лжи, и так далее, не везде работают. Так еще они считаются лучшими диагностами в мире. Почему? Когда ты находишься в джунглях, у тебя нет ни МРТ, ни ультразвука, у тебя ничего нет под рукой. И ты приезжаешь в индийскую деревню, в которой врач, просто это как бог, спустившийся с неба, тебе нужно срочно оказать всем помощь. И ничего, кроме чемоданчика с лекарствами, у тебя нет. Диагнозы нужно ставить очень быстро, умело, просто основываясь на своем чуте. У тебя нет другого выхода. И поэтому считают лучшими, у них действительно, они побитают, вот они обычно, когда учатся, потом их отправляют в эти вот третьи страны, которые заказывают, их получают по договору, работают там 2-3 года, побитают огромный опыт самых неожиданных ситуаций и самых неожиданных болезней, и потом они возвращаются к себе на родину. И поэтому они действительно умеют очень быстро ставить диагноз, отсюда такая профилактика, отсюда такая большая продолжительность жизни, и отсюда такая малая детская смертность. В США выше детская смертность, чем на Кубе. Даш, ну скажи, пожалуйста, вот такая бацилла, как инакомыслие на Кубе есть или нет? Конечно. Вся молодежь считает, что вообще им всего не додали, не доделали, что они хотят уехать. Это вообще абсолютно, никто этого не скрывает. Вообще Куба в этом отношении, страна довольно свободная, люди высказываются у них достаточно свободные, я не что-то побоялся сказать. Все мечтают уехать в Евросоюз. Вот забавно. Америка, понимаешь, для них уже не секрет, они как раз понимают, что там нужно пахать, и что там отнюдь не сахар, что там нужно все, что, естественно, у них же родня, все как бы, тем более, что родня успешно приезжает на Кубу, поскольку они с американскими паспортами, никаких проблем нет. Когда при Обаме вообще была сказка, потому что у них круизы плавали, приезжает 3000 человек из Флориды, естественно, всех своих родственников видели, это у каждого, знаешь, там очень модно, как у нас в Советском Союзе было. Помнишь, вот одел кепочку, те все спрашивают там, ой, а эффект у тебя кепочка? Ой, а это мне из-за границы привезли. Да, да, да. Это очень, это круто. Кепочка точно такая же, как все остальные, которые в магазине, но это мне из-за границы привезли. Да. Родственники привезли, да, представляешь, а мальчика какая у меня. О-о-о! Это, конечно, очень забавно. А вот сама Куба, она же всегда раздражала находящуюся в 150 километрах Америку. И до сих пор раздражает. Слушай, мы видим, как Америка то в одном краю света убирает неугодного там лидера чего-то там, то устраивает в другом совершенно краю света какую-нибудь неожиданную революцию, так естественно вспыхнувшую. Здесь Куба, но вот казалось, бери и делай все хочешь. Почему не удается? Или все-таки были какие-то поползновения? Сколько их было изменить на Кубе ситуацию? У меня было очень интересное интервью там с генералом, который возглавлял, был шефом контрразведки, возглавлял, ну не знаю, так, кстати, там пару лет называют КГБ. Так называют. Будем называть так же. Он был шефом КГБ в течение, по-моему, чуть ли не 30 лет во времена Фиделя Кастро. То есть в то самое время, когда ЦРУ настолько ввезло себе навязчивую идею, что главное это убить Кастро, а дальше мы разберемся. По его словам, кстати, и по словам также, собственно говоря, ни ЦРУ никогда этого не отрицало. Были американские комиссии, которые разбирали все заговоры ЦРУ и ЦРУ. Пришлось признаться, что они беспрерывно устраивали заговоры против Кастро. Вот Кастро настолько в этом смысле везучий, у него настолько сильнейшие службы безопасности, которые все время, кстати, готовили, например, конечно же, наши люди. Они все проходили подготовку в СССР. Например, генерала КГБ, с которыми брала интервью, местного Фабиана Скаланта. Его готовит знаменитый Рудольф Абель. Если ты помнишь, это фильм «Ошибка резидента. Мертвый сезон». Сейчас Фитберг снял фильм «Шпионский мост». Вот он восхищался им очень. Я брала интервью, он восхищался очень своим учителем. Хотя это всего посылали их на 6-7 месяцев. Все это было, эти спецслужбы были подготовлены просто великолепно. Но он совершенно правильно мне заметил. Вы не забывайте, я говорю, как может быть столько попыток, и вот не везло. Но реально им не везло. Есть поговорка, даже не поговорка выражения, что это правда, что на Кубе даже колдуны Вуду все молились за Фидели Кастро. Очень много колдунов Вуду, их можно видеть повсюду, на улице. Это люди, которые одеты в белые тюрбаны, полностью во все белые, даже белые тапочки. Мужчины и женщины с красными бусами на шее. Это абсолютно нелегально, на Кубе никто это... Ну, главное, самим не ввязаться в какую-нибудь... Потому что заказывают и об этом всякие. Вот все колдуны Вуду молились за Фидели Кастро. Даже, и более того, среди людей, люди настолько верили в Фидели, что была поговорка, что ни один торнадо, ни один ураган не тронет Кубу, пока жив Фидель. И вот ты представляешь, что действительно, пока жив был Фидель, все торнадо вначале шли на Кубу, с чего обходили, обрушивались на Флориду. То есть вот и первый торнадо сокрушил Кубу после смерти Фидели. Это было очень символически. То есть люди реально в это верили. Но это так оно и было. Сам Фидель ходил очень популярный анекдот на Кубе. Значит, когда Фиделю Кастро, он прожил больше 90 лет, мирно умер в своей постели после всех попыток покушения. А использовали все. Помнишь, знаменитая Марита, любовница, которая послала ЦРУ, чтобы его убить, которая засунула таблетки, отравленные в крем, они у нее растворились. То есть там была масса неудач. То есть как бы микрофон, где он должен читать речь, бомб закладывали. Отравленные акваланги. Там в этом время руководил ЦРУ этим операцией люди с большим воображением. Поэтому придумывали все. Все виды за раз. Отравленные сигары. Он же обожал сигары. Он обожал нырять в море за всеми, как аквалангисты. Отравленные акваланги. Женщины беспрямые. То есть покушение было очень изобретательное, но не везло им реально, не везло. Просто вот подо того, что естественно, о снайперах я вообще не говорю. Когда, например, в заливе Синьей была подготовлена, когда операция была подготовлена, специальная группа, которая в то время будет штурмовать и сколько там машин его расстреливали бронированную. В общем, Фиделю безумно везло. И вот анекдот кубинский, который очень люблю, когда Фиделю, значит, дарят в подарок голопогоцкую черепаху. Он спрашивает, а сколько она живет? Ну, говорят, ну, 150 лет. Говорит, ой, нет, я не люблю этих домашних животных. Только начнешь привязывать, сразу нужно хоронить. Я очень люблю это, не надо, в раме Дарикас. Вот, значит, мы говорили по поводу, значит, могли бы по поводу экспорта, потому что сейчас вы так ушла далеко. Да, нет, мы говорили с тобой о том, почему Америка терпит кубы рядом с собой, да, и не смогла ничего изменить. Поэтому это действительно тут все, и сочетание, и как правильно сказал мне генерал, поймите, мы остров. А на остров можно прибыть только по морю или по воздуху. А если у вас, что такое остров? Прости, а есть интернет? А, кстати, интернет появился только полгода назад, мобильный. А, ну, стоит ждать революции, значит, теперь. Не знаю, вот сейчас активно все покупают карточки, я не смогла, я стояла в очереди полчаса под полячим солнцем, поняла, что я сейчас просто грохнусь, и обычно все покупают интернет, один час интернета в гостинице, когда это стоит один евро в час, просто чтобы позвонить домой, сказать, что, типа, все хорошо у тебя. А вообще сейчас люди активно покупают карточки, у них появился мобильный интернет, вот, ватсап появился, как бы, вот, теперь уже связь пошла. Значит, и что, что, значит, касается вот, то есть они даже сейчас рады, потому что у них, у них полгода назад ввели входящие звонки бесплатно. Это у них большая радость, потому что не было денег, чтобы, значит, люди часто звонили, им никто не отвечал, потому что людей не было денег, чтобы отвечать. Такое, что касается, значит, вот сегодняшней Кубы, вот этих молодых людей, которые растут, и которые, значит, уже планируют, что вот когда-нибудь сбежать на Запад, практически вот они все, к кому удалось убежать, в общем-то, ты можешь идти ехать, я говорю, это не проблема, получай паспорт и вернешься. Но Кубу подорвать изнутри не удалось? В тот момент нет. Вот сейчас новое молодое поколение, мы не знаем, как оно поступит. Хотя сейчас у них власти поменялось многое, у них, Куба страна долгожитель еще к тому же. Люди живут, вот благодаря медицине, очень долго, и поэтому там, у них еще проблема старинное население. У них, это действительно глубокий проблема, потому что живут люди долго, а рожают все меньше и меньше, и как бы вот в этом... Но пенсия есть? Пенсия крохотная, вот этой крохотной пенсии хватает только, чтобы купить вот этот вот набор продуктовый, который, по карте, вот и карточный набор, и на вот эти обеды бесплатные, чтобы есть. В основном, конечно, стариков содержат дети. Ну что, спасибо огромное, спецкорг «Комсомольская правда» Дарья Сламова была с нами в студии, и мы с вами узнали, чем и как живет сейчас такой остров, как Куба.